Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале интернет-магазина VideoShopper. В моих руках Oppo A72, телефон на Qualcomm Snapdragon процессоре, телефон с тройным слотом с модулем NFC, телефон с большой батарейкой 5000 мАч и со стереодинамиками, что лично мне кажется очень правильным и хорошим решением. В нем есть свои минусы, свои плюсы, свои особенности. Обо всем этом я расскажу в этом обзоре. Приятного просмотра! Телефон весит 192 грамма, и это оправдано за счет большой батареи. Телефон полностью пластиковый, к сожалению, даже рама у него пластиковая, но, увы, я бы сам предпочел металлическую раму, по крайней мере. Единственный плюс такого решения это то, что смартфон практически не выскакивает из рук, он очень ухватист и держать в руках его удобно. Нет риска, как стеклянные телефоны, что он вылетит. В комплекте, кстати, идет силиконовый бампер, быстрое зарядное устройство уже в комплекте, кабель USB Type-C, и даже в комплект положили наушники. В этом плане, конечно, хорошо. По внешнему виду ничего особенного, кроме сканера отпечатков пальцев, который расположен сбоку. Решение не так часто встречается. Сам сканер достаточно быстрый, разблокирует хорошо и без ошибок. Можно использовать фронтальную камеру, которая находится в вырезе в левой части устройства. Единственное, что не понравилось, это отсутствие дополнительного микрофона шумоподавления сверху. Обычно он бывает даже на устройствах, которые ниже классом, чем этот Oppo A72, но в остальном придираться не хочется. Стереозвук достаточно хороший, громкий, на высоких громкостях, конечно, будет похрипывать, но все-таки это не флагман. В любом случае, стереозвук это большой плюс компании Oppo. Камеру смартфона много. У него четыре камеры, основная на 48 мегапикселей с искусственным интеллектом. Но, на мой взгляд, фотографировать на 48 мегапикселей по умолчанию смысла какого-то большого нет, вполне можете использовать основную камеру. Единственное, учтите, что аппарат снимает формат либо 4х3, либо 20х9. Привычного многим формата 16х9 компания Oppo почему-то в своем телефоне в стоковую камеру не оснастила. При желании вы можете поставить Google камеру, благо здесь Qualcomm Snapdragon 665 и такая возможность есть. По производительности Qualcomm Snapdragon 665 это такой крепкий середнячок. Каких-то больших, не знаю, мощностей от него не ждите. С другой стороны, работает все более-менее шустро. Если будете запускать игры, как PUBG Mobile или похожие шутеры, то на маленьких, на среднем, минимальных настройках более-менее бегать будет комфортно. Но не ждите от него какой-то мощи. Это не тот телефон, на котором можно с комфортом поиграть. На нижней грани, кстати, у нас есть разъем для наушников 3,5 мм. Для тех, кто еще использует, кто любит использовать проводной звук, такой возможности компания Oppo нас не лишила. По экрану это классическая IPS-матрица TFT IPS 6,4 дюйма разрешением Full HD+, 20 на 9. Экран могу похвалить, он достаточно яркий, сочный. Если вы любите именно IPS-матрицы, то вас она вполне устроит. Можно поставить темную тему, можно сделать управление жестом. Кстати, есть полезная фишка — боковая грани. Она включается и выключается через меню. Мы можем просто пальцем вот так вот выдвинуть, и быстрое меню появится, которое можно отредактировать. Конечно, есть модуль NFC. В принципе, знаете, ценник на него, опять же, посмотрите, сколько он стоит по ссылке под этим видео. На мой взгляд, мне кажется, несколько завышенная цена. За пластиковый телефон, пусть и со стереозвуком, пусть и с NFC, и с хорошей батарейкой. Но, опять же, решать вам. По большому счету, мне в нем только не понравилось. Единственное еще что — качество видеозаписи само. Если мы говорим о 4K, оно вполне хорошее, и даже можно его похвалить. Хорошее. Единственное, мне не нравится, как этот телефон пишет звук, собирает как-то слишком внешние шумы. Возможно, проявляется нехватка дополнительного микрофона именно в этом. Есть, кстати, широкоугольная камера. Вы можете снимать фотографии и можете делать фотографии, можете снимать видео широкоугольной камеры, которая здесь также есть. Поэтому вы вооружены всей информацией. Рассказал вам о смартфоне плюсы, минусы, особенности — решать, конечно, вам. Поэтому, как всегда желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. Подписывайтесь на YouTube-канал VideoShopper, ставьте лайк этому видео и не забудьте заглянуть в наш Instagram. Там проходит конкурс, разыгрываются ценные призы, в том числе и смартфоны. Счастливо, друзья!